С каждым годом все большее количество преступлений в Жамбулском регионе раскрываются с помощью служебных собак, подготовленных Центром кинологической службы областного департамента полиции. Мой коллега Ильдар Гизатолин на один день примерил на себя полицейскую форму и узнал всю работу Центра изнутри. На счету каждой из этих собак задержанные преступники, раскрытые преступления, найденные взрывчатые вещества, наркотические средства в немалых объемах и, конечно, спасенные человеческие жизни. Как вы думаете, с чего начинается рабочий день кинолога? Правильно, с уборки. Ну что сказать, утро явно начинается не с кофе, а с хорошей уборки вольера. Прежде чем четвероногий страж порядка заступить на службу, его ждут долгие тренировки по чутким руководствам своего наставника, или лучше сказать напарника, кинолога. Но в этот раз скорее тренировку проходил я под присмотром бельгийской овчарки по кличке Мона. Сидеть. Лежать. Встать. Встать. Вот. Молодец. Неси. Бывает даже случай, что в Торопяк тоже заходит на обыск, например, в помещение. Вот, в прихожке лежит, вот, где обувь, заходит, чтобы зайти в курс. Собака вот, кинолога, бывает, тащит. Вот, кинолог прошел, не заметил. Бывает человеческий фактор кинолога. А собака прямо показывает, да, поводок дергает и тянет в то место, где находится наркотическое вещество. И прямо кинолог говорит, да вот, я нашла, ты меня не тяни, росла поводок, я тебе покажу, где. Даже такое. Всегда я вот сторонник тех приемов, чтобы собака работала без поводка. Кроме поиска наркотиков, служебные собаки весьма полезны в раскрытии особо опасных преступлений. В частности, благодаря своим четвероногим коллегам, жамбулские полицейские раскрывают убийства и грабежен. Все дело в нюхе. Собак тренируют вот в таких адрологических лабораториях. К слову, адрология – это система знания о запахах их носителях, а также о средствах обнаружения и анализа запаховых следов с целью изоблечения преступника и его сообщников. Нюхай. Ищи. Ищи, ищи, ищи. Молодец. Кинолог – это специалист, деятельность которого основывается на воспитании собак, коррекции их поведения для достижения определенных результатов, основные обязанности – содержание животных, кормление, выгул, обучение командам и выполнение различных задач, содействие в своевременном прохождении медицинского осмотра. Самое главное в этой работе – любовь к животным. Работа требует терпения, настойчивости. Это, в принципе, самое главное в работе кинологической службы. Настойчивость, терпение и любовь к животным. Собаку можно обучать всю жизнь, а чтобы научить каким-то первым навыкам, это уходит где-то до полугода для работы с собакой с возраста, допустим, 5-6 месяцев. Уходит где-то полгода для того, чтобы собаку первоначально обучить каким-то командам послушания, после чего переходит уже по специальной подготовке, то есть поиску, по работе по следу, взрывчатым и наркотическим веществам. Все, теперь после изнурительных тренировок собаке нужно отдать отдохнуть. Закрываем вольер, ну и, конечно, собаке нужно дать попить. Тренировки были изнурительными. Время не стоит на месте. Технология развивается, но кинологическая служба была, есть и будет уверена в центре. Ведь без четвероногих стражей порядка в борьбе с преступностью. Никуда.